Сегодня поговорим о фривансе как стиле жизни. Перед тем, как рассказывать, давайте расскажу о себе и объясню, почему, наверное, я могу говорить о фривансе как стиле жизни. Я в IT-рекрутинге с 2005 года. Как я часто говорю, я динозавр IT-рекрутинга, который помнит зарплаты синергивистов по 100-200 баксов по переписку с ними в ICQ, и нам еще резюме присылали факсами, и такое тоже было. Поэтому я здесь давно, и я вижу, как меняется рынок. При всем при этом в 2007 году я создала компанию, которая называется Indigo. Мы занимаемся подбором IT-шников в Украине не только. За это время закрыли больше 800 вакансий. И для меня очень ценно, чтобы команда работала в формате, как мы это называем, home office. То есть для нас не критично, где находятся люди. Сейчас у нас команда в двух странах и в пяти городах Украины. И, в принципе, это очень похоже… Ну, это не фриланс в чистом виде, но это ремоут-работа, фулл-тайм, очень интересная, очень сложная, челленджевая. И, в принципе, принципы и те сложности и челленджи, которые прохожи у я и моя команда, они очень похожи теми челленджами, с которыми сталкивается редактор на фрилансе. В плане организации работы, в плане самомотивации, дисциплины и так далее и тому подобное. Я когда-то играла из кофаудера и создавала такой проект RecruitForce. Вот, ну, пришел Вова Курила, и я поняла, что это бесполезно. И для Верстав очень отличное решение, в принципе, для рекрутеров, где можно хранить свои базы дамы. Вот, я сама из Днепра, поэтому начинала в Днепре. Мы создавали такое сообщество HR-кухня, да, в поле Мумуля тоже была на первой встрече. В общем, я и моя банда много чего мы делаем для HR-эти-сообщества Украины. Мы запустили первую школу IT-рекрутера, и в этом году мы ее торжественно похоронили в Одессе, потому что я считаю, что это полная херня. Объясню, почему, ребята. Это важно. Это тоже про фриланс. Дальше я буду говорить более о формате диалога, но, вот смотрите, в 2013-й школу IT-рекрутера мы создавали школу, потому что она была очень нужна рынку. Тогда не хватало IT-шников с правильным айтсетом, и хорошо было их подучить. Рынок с удовольствием забирал IT-рекрутеров себе в команду. Что происходит сейчас? На октябрь 2016 года в Украине было 12 школ IT-рекрутеров. То есть IT-рекрутеры – это как QA, но как бы новая надежда, как легко войти в IT. Что происходит? То есть это неплохо, это даже очень хорошо, но в краткосрочной перспективе, потому что количество людей не находит, то есть нету такого количества вакансий для IT-рекрутеров, но объективно нет. Куда идти в агентство? Агентство тоже не возьмут всех выпускников. Куда идти на фриланс? Отлично. Сколько в Украине IT-шников? 100 тысяч. Сколько рекрутеров выдают в LinkedIn? 2,5. Сколько было вакансий? Да, там 1200 на дом, на ноябрь, когда я их меряю. То есть уже на одну вакансию, два рекрутера. Как бы рынок супер разогрет. Может быть, наверное, не совсем как в Долине, но очень горячий. Поэтому мы решили, что наша школа за три года выполнила свою задачу. То есть мы рынок накормили. Дальше мы отказываемся кормить рынок людьми, которым сложно будет найти работу. Ни одна школа, эти рекрутеры не гарантируют предоустройство. Поэтому торжественно на Одессе похоронили школу, дальше будем другие делать образовательные проекты. Но на данный момент я считаю, что Украина больше не нуждается в жуниор-рекрутерах. Рынок горячий, рынок сложный. Здесь выживут профессионалы. Поэтому, в общем, моя такая мысль. Но при этом мы делаем кучу других очень крутых проектов. Например, мой любимый проект TrueKey. Не знаю, кто у нас был в этом году на Тру. Это анконференс. То есть это антиконференция. Мы такие в Индии очень часто анти. Мы идем против общего течения. Мы зачастую создаем что-то новое. Анконференс – это формат пир-то-пир обучения. То есть когда не я вот сейчас такая умная стою и рассказываю вам, как вам жить как фрилансерам и что такое фриланс, как стиль жизни. А когда сама аудитория создает контент. И в формате дискуссии, обсуждения рождается что-то важное. То есть чем мудрее, взрослее и щедрее аудитория, тем круче получается ивент. Вот недавно мы приехали со Львова. У нас такой был мини-тру. И в принципе мы хотим в следующем, в 2016 году сделать такие гастроли. У нас будет Тру Одесса, Тру Львов, Тру Днепр, Тру Хайков и так далее и тому подобное. Я думаю, что у нас будут еще новые проекты, потому что в этом году к нам еще присоединилась Катя Зайчук. Это наш SEO. И думаю, что будет еще больше творческой силы, чтобы создавать что-то крутое. Это про меня. И еще, ко всему прочему, я много путешествую. И вот с 2010 года я закрываю вакансии по всему миру. Знаете, вот такая мечта фрилансера. Обычно мы считаем, что фрилансер – это человек, который лежит на пляже с коктейлем. И обычно такие, знаете, басы и пласты и кусочек монитора. Это обычно так часто представляют люди как фрилансеры. Что, в принципе, правда. Могу сказать на себе. Но перед этим, поверьте, ребятушки, я очень повжобила. Я супер повжобила, чтобы дать себе возможность поработать с видом. На Фудзи, на Гималаи, на айсберге из Антарктиды, не знаю, там, на вулканы и так далее и тому подобное. То есть это как бы круто, но это не на старте. То есть это чувство, о чем мечтает фрилансер, это чуть-чуть попозже. Но, правда, я знаю, как путешествовать и как совмещать это с работой. Например, одно из самых удобных моих тайм-зон по работе – это был Ванкувер. Это как раз было 11 или 12 часов разницы. Между Украиной и Ванкувером. Это было крайне удобно, потому что у меня еще был джетлаг. Я просыпалась в 3 утра. С 3 до 4 ходила в тренажерку, которая была в моем же здании. В 4 я начинала работать, заканчивая в 10 утра. Ну, потому что в Украине тупо все спали. Даже самые совы, айтишники, они уже дрыхли, и мне просто не с кем было общаться. В 10 утра я все, у меня начинался целый день, посвященный новому городу Новосибирск. Поэтому это круто. Я, правда, люблю путешествовать и что-то делать параллельно. Вот. О чем как бы было заявлено, но вы знаете, я поняла, что круто вот так вот вещать никуда. Но я сейчас хочу с вами очень познакомиться. Давайте покажу, что изначально было заявлено, о чем я хотела поговорить. Опять же прогнозы в 2020 году. Какие-то умные исследовательские агентства говорят, что половина рынка штатов – фриланс. Непонятно, что в Украине, да, то есть хочется с вами пообщаться. Всякие домашние офисы, арт-деревни и прочие эксперименты с организацией труда из личного опыта и опыта банды. Ну, это если дойдем, на самом деле я не думаю, что я успею вам еще сегодня рассказать крутые арт-деревни, которые я посещала. Йога, всякие вилледжи, какие-то хеллинхаусы. Потому что народ живет не только так, как живем мы в сфере IT и даже в сфере фриланса. Есть крутые, недавно, вот хорошо, единственный пример, что все не всегда происходит так, как мы привыкли. Я была в Кальтенгагене, я познакомилась с чуваком, который придумал арт-мани. Ну, понятно, да? Творческие деньги. В чем у него идея? В том, что все равно же есть какая-то валюта обмена. А он художник, и он считает, что нельзя обмениваться деньгами, чтобы получить что-то. Что можно за какой-то свой piece of art получить что-то, еду, например. И было бы очень смешно, если бы мне правительство Копенгагена решило сделать экспериментальный квартал и запустить арт-мани там. И не только для того, чтобы обмениваться, но для того, чтобы платить налоги. И когда я была у этого чувака, у него со всего мира присылают арт-какие-то объекты, чтобы получить вот эти арт-мани. У него есть свой сайт, это вообще новая концепция подхода. То есть, ну, окей, биткоины мы понимаем, да, криптовалюты, но это творческие деньги. И это дофига, как бы, это насколько может поменять мир. То есть я создаю что-то, ты создаешь что-то, мы поменялись, все. Да, вин-вин. Очень интересно и очень необычно. И как бы это про то, что я думаю, что мир будет меняться. Мы уже видим, как он меняется. Но куда он еще будет двигаться, мы еще посмотрим. Поговорим про фриланс без розовых очков. Ну, опять же, думала поговорить. Или как строить карьеру рекрутера-оркестра, да, если захотите. Вот. Ну, и почему те, кто гребут на галерах, останутся там до пенсии, а те, кто творят в рентимах, будут с удовольствием ждать недельника. Вот эту часть я решила оставить обязательной. Ну, потому что меня задевает в последнее время, когда я читаю на прекрасном IT, например, всякие примеры, связанные с галерами, что вот, как бы, людей эксплуатируют, бедных, несчастных, платят им зарплату по 5 тысяч долларов, организовывают чудесные рабочие места, комфортные, с соблюдением личной жизни и работы, с массажистами в офисе. Мне это странно, да. И я вот хотела бы с вами об этом поговорить, потому как это всегда выбор личный каждого. И вот мы немножко о этом становимся. Ну, перед тем, как чтобы ответ, да, давайте сформулируем запрос. Расскажите, кто уже здесь фрилансер? Ну, фрилансер или агентство? Кто фрилансер? Кто уже прям успешный фрилансер? Окей, хорошо. Хорошо. Давайте тогда 100%, что немножко, 100%, то есть у кого основная деятельность сейчас это фрилансер? Так, 5, да? Кто обеспечивает себе стабильный доход с помощью этой основной деятельности? Тоже, окей, хорошо. Кто 50 на 50 и фрилансит, и еще где-то работает? Два человека, окей. Это помогает увеличивать вас основной доход? Да? Во сколько? Смотря, то есть, ну, в два раза, в полтора, в 0,5. Окей, то есть все такое. Хорошо. Кто только хочет стать фрилансером? Так, вы определитесь. Умная и красивая. Хорошо, кто все остальные люди? Вот у меня просто вопрос. Давайте, может быть, суд. А почему приглянулись? Почему решили послушать, прийти на встречу? Что срезонировало? Давай. Давай. Я уже в серии шури, в том числе, в детстве, но в таком серии, в детстве, ищите не все, что там, что я делаю. Да? Все это чувствуют. И все процессы, да, которые измутно было, там, в Малайи, все на базе. Вроде все хорошо, но чувствуется, что ты делаешь какую-то манки-джоп. И хочется не просто закрыть вакансию и порадоваться, что человек вышел на проект, и ребята больше не овертаймят, которые в проекте работают. Ну, не знаю, хочется мобильности, и мне надоело на Сокорьки ездить полтора часа туда-обратно. Ну, в общем, контрольный в голову. Окей, я поняла. Вот это, наверное, самые основные моменты. И я просто замечаю знаки, которые посылает вселенная. И это уже не первый раз, когда я вижу слово «фриланс», «удаленно», «дримтим», еще что-то. И так это все очень разбросано. Но если так абстрагироваться, то эти словечки можно увидеть и понять, что есть какие-то знаки, что, ну, как бы лесовская хоре, штаны просиживать, давай что-то делать такое для себя, интересно и с пользой. Окей, хочется перемен, хочется продуктивного времени, да? Что еще может быть? Вдохновение, двигаться в новое хочется? Угу. Окей. Ну, и параллельно заниматься, чтобы было время для занятий с своими проектами, да, какими-то, пэт-проектами и так далее. Потому что сейчас это очень много, ну, те же самые полтора часа туда и назад, это три часа. Я эти три часа могу инвестировать в развитие собственного проекта, либо нарисовать макап для, там, не знаю, нового какого-то софта, который там планируется. Ну, в общем, куча идей. Или поспать. Ну, обычно, да, это мотивация и плееров очень правильная, когда люди хотят делать дело, а видеть результат. Прикинь, что это правильно, да. Я думала, как это определить? Да, то есть, которые говорят о результате в категории результата, а не в категории процесса. Хорошо, какие еще запросы? Просто я буду, исходя из этих запросов, дальше строить диалог с вами. Поэтому будьте щедрыми и честными. Ну, и идея в том, что я не знаю, что мне еще сказать, потому что работать-то я работаю, но я работаю совершенно недавно, и пока что у меня нет каких-то пожеланий или, ну, как бы, требований. Пока что получается закрывать вакансию, да, класс, все супер, не получается, ну, значит, надо чуть больше постараться, но, как бы, пока что чуть-чуть больше усилий, и все получается. Понимаю. А с каким запросом сюда пришла? Познакомиться, узнать. Узнать что? Ну, узнать, что расскажут. А, класс! Что-то новое. Хорошо, узнать, что-то новое. Окей. Кто еще? Все, с чем пришли ребята? Да, Дин, Женя. Чего ты выйдешь? Прости. Вот, я понимаю, что, когда начинаю работу, много вакансий в работе, много кандидатов, и, в общем, как все структурировать, как сделать свою работу более эффективной. Да, окей. Ну, в принципе, все, это основное, что у меня интересует. Окей. Какие еще запросы? Спасибо. Как можно, работая с командой, которая работает на фрилансе, повышать постоянную эффективность, держать в тонусе? Хотелось бы получить такой обмен опытом. То есть у вас какая-то распределенная команда? Да. Окей. Хорошо. Что еще? Спасибо. Юля. Мы с Юлей сотрудничаем на фрилансе, очень успешно. И вот, вы делаете... Здравствуйте. Привет. Только что пришла. С корабля на бал. Аня, ну, хотелось бы спросить вот по поводу самого процесса в работе, вот, по поводу с кандидатом, да, потому что есть большая тенденция отказов, ну, к сожалению, в принципе, как часть нашей работы, вот, но хотелось бы максимально со своей стороны это избегать, вот, насколько это возможно. Возможно, психология, да, вот, по отношению к кандидатам, общение с ними. Огу. Ну, я не знаю, это вопрос. Как бы это так сформулировать-то? Вопрос. Угу. Ну, это да, ну, давайте какая-то конверсия ответов попробуем. Есть такой запрос. Хорошо. Спасибо. Что еще? Мы должны заполнить до конца. Я пока не... Мы не завершим от листа, я от вас не отстану. Именно для фрилансеров, да, хороший вопрос. Я на фрилансе, когда работала, мне было комфортно, вполне организовывала свой график нормально, но очень часто слышу о том, что кому-то сложно дома себя организовать. Вот как с этим бороться? Это же хороший вопрос. Угу. Да, вопрос. Окей. У меня основной вопрос. Это легко ли джуниор-рекрутеру после курсов найти работу? А-а-а, Женя. Ну, давай поговорим, хорошо. Если не успею. Это вот прям такой вот насыщенный. Ну, просто толковому не нужны курсы зачастую, понимаете? Эти рекрутеры должны космические корабли запускать в космос. Толковому джуну не нужны курсы. Толковый джун, любой джун может обучиться сам. Ну, то есть тебе можешь помочь, можешь убедиться в правильном пути, но, как бы, почему мы закрыли школу? Потому что мы увидели много, ну, как же это сказать так корректно, ну, много потребительского отношения к идти рекрутингу. То есть она школа, это не коммерческий проект. То есть то, что нам проще закрыть еще одну вакансию с Калистой, чем выпустить группу, там, открытую группу джуниоров, таких рекрутеров. Вот. Но когда мы увидели, что к нам приходят люди, в первую очередь, за деньгами, за короткими деньгами, которые даст профессия, опять же, я за то, чтобы люди много, круто и хорошо зарабатывали. Это не про то, что давайте просто любить нашу работу и за это все. Но нет, то есть профессия должна тебе помогать зарабатывать на хлеб, на масло, на икру и на личный вертолет, чтобы прилететь в любое место мира, в которое ты съешь хлеб, масло и икру. Я вот так считаю. Но, опять же, правильный майндсет. Поэтому, ну, а смысл? Опять же, что мы получили? Окей. Но, что уже сейчас видели? Видели, да, статистику, там, в 2016 капиталисты, в 2015 зарплату рекрутера? В 2016 и 2014 зарплаты снижаются. Почему? Потому что эти рекрутеры становятся больше. Ваши бонусы будут резаться. Почему? Потому что эти рекрутеры становятся больше. Ребята, давайте смотреть чуть-чуть дальше. Математика очень простая. Бонусы за 2, за 2,5 тысячи долларов? Зачем? Если есть люди, которые готовы работать за 200, за 300. Опять же, я… Это хорошо. Это куда-то естественное течение рынка, куда он идет. Это не страшно. Давайте не больше, чтобы все пропало. Но просто нужно понимать, что чем дальше, тем больше фрилансеру нужно будет закрыть не одну вакансию, чтобы выйти на свой желаемый уровень дохода, а три или пять. А поскольку фрилансеров становится больше, сложность закрытия вакансии увеличивается. Предложения на рынке становятся больше. Но мы об этом можем поговорить в контексте, но пока у меня еще есть 3 места на ваши запросы. Я ответила? Жень. Частично, да. Окей. Это начинка… Это начинка… Да. Да, Оль. Привет. Привет. Я не знаю, немножко припоздала, не знаю, спрашивали или нет, как правильно, может быть, с юридической точки зрения, или как-то вот на договорной основе с заказчиком оформлять отношения, или достаточно устных или имейловских каких-то договоренностей, согласований, на этом все. Или действительно нужно подписывать какие-то договора, если какие, то как. Как это предложить заказчику, потому что, опять-таки, я знаю точно, что заказчики могут тоже на полпути там спрыгнуть, а ты там работу проделал, и время потратил, и людям в глаза надо смотреть, тем, с кем уже проделал работу. Ну, как-то вот так. Давай сразу отвечу, очень долговый вопрос, он прям базовый. У нас в школе, до того, как мы ее похоронили, были проектные работы, очень крутые проектные работы. Одна из них была на тему фриланса и свободного плавания. Вот, я даже с начала вам хотела показать, как выглядит проектная работа, но потом решила, все, похоронили и похоронили, не будем туда возвращаться. Вот, но, как бы, одна из идей, которая была, и мы поговорили ребятам, если мы платим фриланс, первое, что вы должны составить всякие терпичные кондиционы, не обязательно договор, но что-то в соглашении намерения, да, вот если это по-русски сказать, на каких условиях вы работаете. Если это большая компания, например, когда ТАРТ, они чаще всего заботятся о своих фрилансерах, они вам дадут уже какой-то документ подписать, который будет обсуждать условия взаимодействия. Но лучше всего что-то прописать. Не обязательно это будет договор, потому что, смотри, юридическое какое-то обоснование и защита у тебя не будет в любом случае. Ты будешь судиться с этой компанией, которая находится не пойми где, на основании какого-то законодательства будешь судиться, но у тебя есть всегда прелесть современного общества, это наша диджитальность. Есть долл, да, и все боятся даже не как бы, не то, что они там, точнее, для компаний страшнее не то, что они не выплатят фрилансеру там тысячу долларов и сэкономят, а то, что у них будет запись на долл, например, что эти ребята непорядочные работодатели, аргументированно каким-то образом. Поэтому вот такой вот, но это не блокмейл, это не шантаж, но это то, к чему можно оперировать с фрилансером и нам, агентством, когда мы хотим получить свои честно заработанные деньги. Опять же, фрилансы, чем лучше работать, например, чем проще агентство, мы свои риски, мы зашиваем компенсациями. То есть, например, если у клиента закрылся проект, но мы не можем работать, то у нас здесь компенсация. То есть, если клиент уже пришел к нам в сложной вакансии, а не отдал ее фрилансеру, вы можете попробовать. Но это уже ваши личные переговорные скиллы, как вы заботите себя клиента, как вы его находитесь. То есть, вы работаете по классической реферальной программе, и тогда просто подписываешь те правила, которые тебе предлагает компания. Или ты как-то нашла клиента, сама его подписала, и вы договорились вместе о ваших условиях. Но это прямо очень важно. Не беги, пока не будет какого-то хотя бы e-mail. Да, я со всем согласен. Да, мне все подходит. Да, и опять же, да, должно быть или человека, который управляет бюджетами и принимает решения, потому что если какое-нибудь там контактное лицо, офис-менеджер или кто-то сказал тебе, что они готовы работать с тобой на таких условиях, и даже если тебе подтвердили это e-mail, но ты потом никак не можешь оперировать. То есть, тебе должно быть, если это LPR, скажем так, в терминах продажи, лицо, принимающее решение, тебе достаточно e-mail и кивка от этого человека. Если это какая-то большая структура, то лучше, конечно, что-то больше похоже на договор. Что у нас там по времени? Окей. Да, я согласна. Тут очень важно и крайне важно любые сервисы, которые мы оказываем, это всегда про доверие между клиентом и так далее и исполнителем. Но прописать важный момент, это не должно быть, что там в случае форс-мажора, вот этот все корявый юридический язык. Нет, это очень понятно. Значит, смотрите, чуваки, если мы вам представили 5 кандидатов, вы там неделю их не собеседуете, что тогда нам за это будет? Будет ли нам за это что-то, будет ли вам за это что-то? Вот это да. Но это скорее терпс-инкаллитенс, это не договор, это вот как мы взаимодействуем. Да, абсолютно. Хорошо. Давайте последний запрос. Мы говорим уже о процессе, когда у нас есть работа. То есть, например, по примеру, агентств, кастомеры дают нам заказ, и хотелось бы услышать пару слов о самом поиске клиента, то есть о заказе. Да, это крутая тема. Слушайте, ну это прям поиск клиентов, это отдельная тема. Хорошо, давайте тогда сделаем голосование. У нас, вот смотрите, сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать тем. Давайте выберем три, и мы на них поговорим. Развивать эту деятельность. Ага. Мне, конечно, сначала. Спасибо. Окей, хорошо. Кто, давайте так, кто первые шаги, кому актуальны прям первые-первые шаги на фрилансе? Я не уверен, что это будет интересно всем. То есть, я в основном в Нью-Йорке. То есть, какая-то интересная модель, как связать Нью-Йорк с Киевом. То есть, те люди, которые… А как связать в плане коммуникации, работы в команде? Ну, для меня лично, допустим, я половину времени нахожусь в Штатах. То есть, как использовать эту возможность и для тех… Да, вот давайте… Ну, конечно же, в рамках дискуссии, то есть искать… Дело в том, что в Нью-Йорке… Я вот не знаю, вы ищете… Да, то есть, в Нью-Йорке много компаний, которых не хватает специалистов или в Штатах. И вот, так сказать, какой наилучший процесс в будущем. Если ваш офис, хорошо, если у вас один офис в Америке, может быть, интересный вам развитие, да? То есть, как вы говорили, то есть стандартные… Нужно что-то изобретать, да? Ну, наш офис в Штатах, он для бездева. Наш офис в Штатах – офис в основном для бездева. То есть, мы ищем клиентов, мы взаимодействуем с нашими клиентами, мы даем им удобное время для общения, поэтому все основное, что у нас приходит в Штатах – это для клиентов. Все, что происходит в Украине, у нас в деливере, то есть, это как бы закрытие вакансии. Вот для тех, кто здесь, то есть, может быть, следующий шаг развития – это открыть офис в Нью-Йорке или иметь какого-то человека в команде, да? Ну, давайте, это, может, на отдельную тему, потому что, я так понимаю, что узкий запрос, да, и мы тогда еще поговорим. Спасибо, Али. Давайте, тогда по джуниору я тогда увидела, что только у Лены запрос, да, тогда вынесем он отдельное. Что из этого, давайте, хочется перемен, продуктивное, как продуктивно организовать время, как вдохновиться на работу фрилансером. Ага, у нас продуктивная, и это у нас была эффективность, мы можем соединить, да. Вдохновение, мотивация можем соединить, давайте. И третье. Что, кого? Распределенный поиск клиентов? Ну, давайте, хорошо, клиенты, окей. Хорошо, я буду все это показывать на фоне. Ага, вот что я вам еще хотела показать. Кто знает, что это? Да, да, и почему это здесь появилось? Ты знаешь, но не скажешь. Окей. Хорошо. Ну, скажи, видишь, да, скажи, скажи. Да, и если мы говорим более шире, то это называется sharing economy. То есть это отдельное направление, куда движется мир. То есть не общество потребления, а общество обмена. Опять же, да, там все-таки третий нормальный, который, наверное, тоже туда. То есть сейчас, если нам есть что-то менять, мы можем это менять. То есть у меня есть квартира где-нибудь, я там не живу, не живу, я могу сдать ее как-то через Airbnb и получить какой-то свой процент. То есть это, опять же, почему количество фрилансеров будет увеличиваться, если вы подумаете об этом. Потому что люди могут что-то менять, люди смогут чем-то делиться, люди смогут делиться знаниями, не обязательно для этого ходить в офис, какой-то недвижимостью, какими-то движевыми средствами, автомобили, еще что-то. Кстати, недавно мне тут рассказывала модель Uber, которая, а, к нам прилетал клиент из Сан-Франциско. И он такой хороший, инвестор говорит, ну, ты представляешь, ну, ты как я протупью? Я сидел, когда был питчинг стартапов, и нам предложили проект инвестировать в тук-туки, вы знаете, вот эти, как же они называются. То есть какой-то, я даже не помню, когда поуслышал слово тук-тук, у меня как-то отключилось знание, я думаю, что может быть. А это, оказывается, на Азию Uber для вот этих всех штук, которые тук-туков. Представляете? И он говорит, и я сейчас кусаю локцию, потому что это огромнейший рынок, и я его просто пропустил. Поэтому да, это потому что мир движется в сторону фриланса, и это правда хорошо. Вот. Ну, дальше будут бодрые фоточки банды, потому что мы периодически куда-то ездим, это мы были на Вальвозе, на Пип-Иван, и как раз это можно как-то объяснить. Мы писали статью, почему там Индиго банды работают в хоум-офисе, и как нам от этого хорошо, и как плохо. Я вам потом дам ссылку, вы почитаете. Вот. Но это очень мечется с продуктивным временем и с эффективностью, вот, и с организацией работы, потому что наша Юлия Рудин написала, что сложно объяснить домашним, что ты не просто шаришься за компом дома, а работаешь. Да, это прям беда хоум-офиса. Прям, ну, почему бы нет, да? Почему там не сделать там, поиграться с ребенком, потому что он же считает, что ты же что-то делаешь на планшете так просто для удовольствия, да? Почему бы там не отвлечься, потому что бабушка там зовет котлетки, стынут, и еще что-то. Вот. И это реально сложно. И я могу сказать по нашему опыту, потому что у нас сейчас команда 18 человек, и вы или можете это делать, или не можете это делать. То есть тут не будет других костылей. Вы или самоорганизованные, или нет. То есть если у вас возникает вопрос, как себя организовать, и отвлекаясь на листание Фейсбука, и еще что-то, ребятушки, не фриланс. Значит, не фриланс. Значит, вам здесь будет сложно. Потому что, что я вижу в команде? То есть вот мои приходят, им кажется, что мы очень круто, очень легко живем, очень, так знаете, все вдохновенно, мы много путешествуем, мы много в джобовое. Да, то есть мы показываем фоточки, что мы там поехали в Одессу вместе, и лежим в каких-то золотых джакузи, но при этом мы лежим в джакузи и хантим программистов, понимаете? То есть процесс не прекращается, да? Там рекрутим must go on. В любом случае. Не знаю, о чем подумал Женя, но как бы да. И тут просто думайте, что ваша организованность – это ваша зона ответственности. То есть я когда сажусь работать, у меня там все что угодно. Я когда-то жила в Израиле, и рядом со мной это было как бы такое миксовое общежитие, и целый корпус был арабский. То есть, представляете, арабы, они очень шумные. Это постоянные хабиби-хабиби, это какой-то фальян. Они видят, что я через окно сижу, за столом что-то делаю, это постоянное приглашение там покушать кебабов. То есть это невозможно, это не прекращается. Вот. Ну, у меня была единственная точка в моей комнате, где у меня ловил интернет. И все, я понимала, что я никуда не сдвинусь. И это ты или организовываешь, или не организовываешься. Одеваешь наушники, отключаешься, отторгируешься. Мне кажется, вот у нас, когда мамы выходят из декретов, они супер-фривансеры, потому что они знают, как не обращать внимания ни на что, отвлекающие, и просто как работать. Это не очень эффективно. Поэтому не будет совета, что там соберитесь, почитайте книжки по мотивации, по тайм-менеджменту, заведите какую-то правильную систему трекинговую. Вот. Ударите Facebook, правда. Ударите его. То есть пока вы работаете, не заходите в Facebook. Это мешает. Все остальное – это ваши личные эксперименты. Как вам будет удобно? У меня до сих пор есть пример очень крутого рекрутера, скажем так, классической закалки, которая все делает в бумажном виде. У нее бумажный ежедневник, у нее все как бы, все она выписывает себя на бумажечке. Она суперкрутая. Она суперкрутая. То есть вопрос не в том, что технологии помогают или мешают нам быть более продуктивными. То есть вопрос, насколько эффективно мы используем те инструменты по тайм-менеджменту, которые мы себе выбрали. Понимаете? Поэтому тут, если хочется быть эффективным, такой странный совет и, в принципе, наверное, бесполезный, будьте эффективными. Да, все. Как бы, возможно, вы занимаетесь не тем. То есть почему может быть низкая эффективность? У меня, смотрю, команда начинает быть более эффективной, когда хочет больше денег. То есть когда она такая, а, скоро зарплата? Что я получу? А получу ли я что-то? И сразу как бы эффективность опыта вырастает. Вопрос, что вас мотивирует. Кого-то мотивирует, а я не могу оплашать перед клиентом? Ну, то есть правда, я же подписался, я же сказал, что я сделаю. Я сделаю в те строки, в которые я сказал. Вот. Поэтому просто ищите. Ответила? Я надеюсь, что да. Задавайте вопросы по ходу. Вот. Это мы с бандой недавно отмечали 9-летие. И на эту тему мы можем на этой бодрой картиночке поговорить о чем? Об организации работы. Давайте. Все равно. Хорошо. То есть если я говорила что-то более мотивационное и вдохновение и вот прям как бы собраться или нет, я вам все-таки расскажу какие-то более такие вещи, которые… Как организовать свою работу? Вопрос в том, что всегда хорошо бы вам смотреть свою степень загрузки и думать о будущем. Потому что мы говорили, что рекрутер – это как человек-оркестр. То есть вы сами себе находите клиентов, вы сами их закрываете, вы сами получаете деньги. То есть вы и бухгалтера, и сейлы, и рекрутеры, и я не знаю, кто-нибудь маркетологи. То есть все в одном. Поэтому тут очень важно следить как бы основная ошибка по моему опыту в продажах и по опыту других людей, которые я вижу, что вы сначала разгоняете механизм продаж и перегружаетесь проектами. То есть сначала только продаем, потом только рекрутим. Потом, когда вы закончили рекрутить, у вас опять пробел по времени, чтобы найти новых клиентов. Это как бы неудобно, потому что вот этот пробел по времени вам за это никто не платит. То есть вы сами из того, что вы заработали, вы себе как бы должны компенсировать этот кусок времени. И это ваши риски. Поэтому вот этот баланс между поиском клиента и рекрутинговым деливерием, он должен быть. И хорошо бы его соблюдать. Потому что мы, даже у нас большое агентство, мы видим, что мы в какой-то момент включаемся в продажи, мы перегрузили команду проектами, чем больше проектов, тем больше чего-то на них происходит. Но по моей статистике, где-то 15% это всегда какие-то травы на проектах. То есть неважно, у тебя один проект, 10 проектов или 100 проектов. В какой-то момент, когда бизнес начал расти, я не поняла, почему я постоянно пишу какие-то пожары, почему постоянно что-то происходит, почему этого стало на порядок больше. То ли я стала хуже работать, то ли команда. Нет, просто у нас увеличилось количество проектов. То есть процент чего-то там, неудач, он сохранился, но в количественном масштабе. Поэтому если у вас больше вакансий, будьте готовы, что у вас будет больше каких-то просроченных видуайнов, каких-то контур-оферов и так далее и тому подобное. И всегда смотрите, опять же, фриланс это очень рискованная штука. То есть как агентство, так и внешний фриланс, вы не управляете, скажем так, со стороны заказчика, вы не можете управлять ситуацией. То есть если он сейчас закроет набор, а вы потратили 3 месяца на поиск того самого программиста, который он привлек, ну, он вам скажет такое спасибо и больше ничего. Ну, как бы в лучшем случае. А может вообще ничего не скажет. Скажет, вот у нас новая вакансия. Хочешь? И так нужно сказать. Поэтому тут будьте готовы, что все эти риски на вас. И тогда всегда должно быть проектов чуть больше, по идее, чем, ну, как бы, вы смотрите какой-то уровень свой дохода, который вы хотите видеть. Не важно, на фрилансе, на фрилансе. Вот. И такой, и чуть-чуть добавили нагрузку. Потому что, ну, в нашем случае, даже в агентстве, у нас где-то 30% проектов отваливается. Не по нашей вине. Потому что, как бы, клиент не захотел, там, решил закрыть проект. Клиент нашел человека в другой локации. Да, у клиента изменилась бизнес-ситуация. И это все прям про виски. И тут хороший вопрос для фрилансеров. Наверное, давайте покажу вам следующую фоточку. Мы про это не проговорили, но, как бы, фриланс — это достаточно такая стрессовая штука. Это у нас банда в В10 сидели на привоз, и нам там очень понравилось. Стрессы. Наверное, самая большая сложность на фрилансе — это стрессы. Когда я открывала свой бизнес, это было очень страшно. Потому что до этого, как у HR-директора, чуть ли там не первой аутсорсинговой компании в Днепропетровске, у меня зарплата была о боге 800 долларов в 2005 году. Это были сумасшедшие деньги. На тот момент 800 баксов. Представляете, мне там было 24 года, я была дерзкая, мне казалось, что я могла купить весь город. Ну, вот так вот. У меня было такое ощущение. И я как-то, исходя из этого своего такого, я планировала бюджет. Я ездила в блочное такси, я не знала, что делать с этими деньгами, но я чувствовала, все шикарно. Вот. Потом, когда я решила открыть свой бизнес, сейчас это бизнес. Тогда это была маленькая такая, как бы, компания одного человека. Да. Вот. И это оказалось очень страшно, потому что вот этот момент, знаете, а что будет завтра, если я только завишу от своей деятельности? Да, то есть, а найду ли я клиентов, а закрою ли я потом эти вакансии, а заработаю ли я, а сколько я заработаю? Вот. Тогда у меня еще было начало, мне почему-то казалось, что вот офис он обязателен для команды, все равно у меня там было два человека на старте. У меня еще была головная боль, а как платить им зарплату? А как платить им расходы по офису? Это было каждый месяц. Это реально было страшно, потому что мои обязательные расходы никто не отменял. То есть, я училась в двух вузах, я платила за квартиру, то есть, мне как-то хотелось жить. Ну, вот. И это прям вот, вот эта такая штука, она проходит. Но она проходит, мне помогло, наверное, то, что, знаете, какое-то доверие жизни, то есть, я в какой-то момент решила, что, ну, вот так оно и так. Да, то есть, будет день, будет пища. И не нужно париться о том, что будет завтра. Вот давайте я сегодня сделаю очень хорошо свою работу, прямо на отлично, и буду спать спокойно. Что будет завтра? Я проснусь, я посмотрю. Вся страна увидела в ночь, в воскресенье, на понедельник, что, как бы, все планы предновогодние, они могут поменяться. Да, поэтому тут все то же самое. Тут просто доверие жизни, это странный совет, да, он, наверное, не бизнесовый, особенно как-то странно, как это. Все будет. То есть, мой любимый там Насим Талев, главное читать его книжку, а не ходить на его семинары, в своей теории антихрупкости, он говорит, что каждый следующий кризис, который происходит в мире, он сильнее предыдущего. Проблема любого бизнес-анализа, он, ну, как бы, мы настраиваемся на прошлое, мы пытаемся делать прогнозы с точки прошлого. Такого не бывает. Вот хороший пример приводит Талев, там, когда в Японии было, по-моему, цунами и землетрясение одновременно, когда у них треснул ядерный реактор. То есть, никто не мог ожидать, что будет такой силы цунами и будет такой силы землетрясения, потому что до этого, в прошлом опыте страны, такого не было. И все зазоры, которые закладывались крутейшими японскими, там, архитекторами, инженерами и так далее, они ни к чему не привели. Поэтому мы, когда мы опираемся с точки зрения прошлого, чаще всего что-то, что будет новое, мы не знаем. И самое правильное, что мы можем делать, это реагировать. Опять же, Талев, мой любимый, говорит, что самая, наверное, антихрупкая профессия это какой-то таксист или человек, который торгует на рынке, потому что в какой-то момент, если зимой, кому-то нужны шубы, то есть летом кому-то нужна там какая-то минералка, условный пример, но все равно, то есть ты реагируешь на то, что нужно сейчас в мире. То есть сейчас нужны фриланс-рекрутеры? Мы реагируем так, в какой-то момент этот мир поменяется, а он поменяется, ребят. Ну то есть давайте будем честны, это хорошая сфера еще ближайшие 3-5 лет. Не каждый чудесный программисты придумают, как автоматизировать процесс программирования, и вот эти все 100 тысяч программистов Украины и какие-то тысячи-тысячи программистов мира станут не нужны. Поэтому это, ну не то, что это прям все пропало, но это сейчас мы так реагируем на мир. То есть сейчас нужно много рекрутеров, окей, пожалуйста, мы здесь. Как только я пойму, что миру нужны художники, я легко буду художником или еще кем-нибудь. Поэтому вот не бойтесь. Я понимаю, это иногда страшно, как заработать, как прокормить семью, как еще что-то. Делайте просто хорошо свою работу. Это прям очень важно. про продажи, да, еще поговорим. А у нас немножко просто времени, ребят, да, у нас уже буквально 10. Хорошо. Это еще какая-то бодрая фоточка банды, когда мы спустились из пипа Ивана. Давайте так, еще раз, все равно, вот фриланс, это вот последний мой вид фрилансера, там Альпы с джакузи в номере, с этими стеклянными окнами, я видела, как закат скатывает на Альпы. Это очень красиво, конечно, все круто, но не те же все иллюзии. Фриланс это тяжелая, усердная работа. И легко не будет, вот на старте вам говорю. И чем дальше я вижу рекрутинг, то это все более жесткой, конкурентной сферы. Если мы уже хотим здесь быть, то давайте будем к этому готовы. Потому что вот эти все красоты, это, конечно, чудесно. То количество ответственности, которые я несу каждый день, поверьте, оно как бы не перекрывает даже части этого пейзажа. Поэтому будьте готовы, что фриланс это правда большая как бы ответственность. Что будет, немножко поговорили, да, про перспективы. 2020 год, скорее всего, рекрутеры и фрилансеры будут нужны, но мне кажется, не в таком количестве. То есть в какой-то момент это схлопнется. Недавно говорили с Витей Сорокой, если говорить о прогнозах, в Источной Европе, в частности Польше, потому что нам же кажется, нам же хочется идти по пути Польши. В какой-то момент, когда начали заходить крупные вендоры, в том числе айтишные в Польшу, в Польше понадобилось огромное количество рекрутеров. Что в принципе сейчас мы видим в Украине. Начали появляться какие-то курсы, все стартата, начали открываться офисы, какие-то компании, большие там торговые, FMCG, начали производить людей. Произнак напитали рекрутерам, рекрутеры открыли офисы. Дальше такого количества рекрутеров не нужно. Что сделала Польша? Она пошла дальше, она стала аутсорсить, например, есть такое РПО. Кто-то слушал, рекрутеры поросли с аутсорсингом. Он не фрилансовый, это большая бизнесовая модель, то есть когда, то есть можно аутсорсить программистов, а можно аутсорсить рекрутеров. Если рекрутеров много, например, ты говоришь, я дам вам 10 рекрутеров, но в Голландии заставим вам какой-то большой офис чего-то. То есть вы будете менеджерить этих рекрутеров точно так же, как менеджерить свою команду, все риски на вас, я вам дам 10 людей. То есть я думаю, что РПО будет увеличиваться, потому что с таким количеством рекрутеров рынку придется что-то делать. Ценность рекрутеров и стоимость рекрутеров будут падать, потому что, опять же, нас много, если мы не будем дальше переквалифицироваться и искать новые возможности. То есть просто рынок он сам себя регулирует. Если было 10 рекрутеров, и бюджет был 1000. Поэтому это неплохо, но об этом нужно подумать, к этому нужно быть готовым. Вот такие чуваки-оркестры. Кстати, вот эта крутая штука. Меня каждый раз поражали проектные работы, повредили наши ребята в школе. Это львовская была школа, я принимала у них проектную работу. Почему мы до сих пор не фрилансировали? Доси про него мрием. Девчата там писали, что мы побоеваны, много рисков, не готовились их брать на себя, на стабильность заработка, и так просто продать кандидат в великой конференции. Ну, я думаю, вам это знакомо. И почему ребята хотят на фриланс? Ну, там, свобода, да, там, с внучкой график, пока есть секренты, стиль работы. Кстати, стиль работы — это правда, за что я очень люблю фриланс, за то, что, или как бы такой формат, который у нас есть в Индиве, ты сам выбираешь стиль работы. Вот, у нас есть рекрутеры, которые сильны, такие, знаете, в точечном хантинге. То есть они такие очень деликатные, они бы подошли, взяли такой бульдольжер-хват, как у одного разработчика, и довели его до оффера. И как бы не отпустили, пока они не проверили, что он вышел на работу. А есть другие, которые говорят, нет, давайте мне там, я поставлю вам воронку, и я знаю, что всегда моя воронка работает так. Если я говорю, что это непонятно, давайте я ворону сюда, то есть давайте я знаю конверсию по этому клиенту, я понимаю, что столько кандидатов идет на дособеседование, до оффера должно зайти столько-то, поэтому, значит, чистая математика, я знаю час там продуктивности своего времени, и пошел-поехал. Кстати, про продуктивность времени, что очень хорошо нужно знать на фрилансе, как вы перформите в час. Что вы за час успеваете? Зачастую, почему, это же моя команда, я вижу, вы заходите в стрессы, неверные стиммейты. Вам кажется, что вы эту задачу сделаете быстрее? Что такое просмотреть 100 профильных кандидатов на LinkedIn? Ребята, это дофига работы. Вы должны проверить, был ли он у нас в базе, есть ли он в стоп-листе, действительно ли он подходит, может быть, нужно задать ему какой-то уточняющий вопрос. Сколько времени, кто знает, сколько времени, нужно просмотреть, чтобы кандидат. Да, а это же про фриланс, то есть у вас есть 8 дней, вот Тира говорит, я хочу заниматься своими проектами, то есть, например, вы делаете 4 часа в день, как вы сделаете суперэффективными? Как минимум, ты должна разбираться в своем тайминге. Сколько времени у тебя ходят на собеседование? Как часто там, как у вас работают рассылки, как хорошо они вам отвечают? То есть, как только вы понимаете эффективность своего времени, вы начинаете управлять? Да, сколько времени мне начинает вот как дозвониться до кандидата, до того, как занести это в базу? Сколько у меня занимает телефонный звонок? И все. Ой, слушай, я же скоутскульный рекрутер. Я звоню всегда, и когда мне рассказывают, что это невозможно и нереально, я не знаю, что ответить. Я не понимаю, почему рекрутер рекрутеру на рынке должен рассказывать, что звонки это, оказывается, рабочий инструмент взаимодействия с кандидатом. Поэтому я звоню всегда. Должно быть правильное время, должен быть правильный месседж, должны быть правильно правильные посылы. Это прям тоже. Мы же проходили это на школе. Ты был на этом модуле? Да. То есть все. Не знаю, мне отвечают все. То есть у меня процент не ответов крайне маленький. Я почти всегда звоню. Смотри, я просто очень экономлю свое время. Я знаю, что мой звонок с тем, чтобы меня полюбили и я узнала еще все о рынке, последние новости и еще получила новый заказ займет 15-20 минут. Это прям 20 минут, если мы поговорим обо всем и я расскажу три последних анекдота. Понимаешь? А если я буду переписываться, то это займет как бы неуправляемое количество времени. То есть я понимаю, что современный мир не хочет звонить, ему неудобно звонить. Но мне не все равно, что удобно современному миру. Мне удобно звонить. Это моя позиция. Понимаете? Мне тоже всегда странно, когда рекрутер извиняется за свою настойчивость или за то, что они там написали поздно. Ребята, я классно делаю свою работу. Я профессионал. Все. Даже никаких сомнений. То есть это вот внутренняя позиция, знаешь, такой чемности, профессиональной гордости. То есть я крутой рекрутер. Я достучусь до кого мне нужно, когда мне нужно, и я там представлю этого кандидата тогда, когда я пообещала заканчивать. Все. И дальше я переворачиваю горы. А я знаю, что можно переворачивать горы. Ну, реально, то есть как бы почему-то я когда-то на своем этапе простая там девочка-непродозка меняла бизнес-процессы в розетке, потому что мне было неудобно, как они со мной говорят по телефону. Приват-банке я меняла процесс голосования в Израиле через консул, потому что там они не хотели принять мой голос, когда выбирали предыдущего президента. Вот. И я прям чувствую, что Янукович. Я пришла, я говорю, нет, только не Янукович, я буду голосовать против. И реально звонили в центр сберком, решали этот вопрос. То есть это была там такая история, прям целая эпопея на всю хайфу. Там мало что происходит, поэтому я тогда, видимо, отличаюсь. Но как бы мне нужно было проголосовать. Все. То есть вы понимаете, рекрутинг это пробивная сила. То есть если вы не в сорсинге, но в рекрутинге, у вас есть эта энергия добиваться целей? Это вот про это. Вот это, кстати, хорошо качать. Это как бы сказать, что я вот такая прям всегда была, родилась такая. да, ничего подобного. Но если мне что-то нужно, прям иногда кому-то становится страшно. Но это опять же... Да, но тут тут это уже мастерство, скажем так. Это же пару раз тебя послали, ты сделал выводы, а почему послали. Опять же, это не то, что это вин-вин, то есть а что человеку, что он получит. То есть если бы я только шла по головам, никогда. то есть как выгода двум сторонам. Вы поймите, что мы как рекрутеры, мы всегда выгоды нашим кандидатам. Мы даем новые возможности, мы даем лучшие зарплаты, мы даем им там новые офисы, тра-та-та-та-та-та-та-та-та. И прямо по списку. Давайте тогда дальше. Сколько у нас еще? Парочку. Пять минут. Вот давайте буквально пять минут, а потом... Сейчас я прямо подготовилась немножко. Узнаете, да, что это картиночка? Да? Бурлаки на Волге, знаете? Да? Вот это мне очень часто про галеры прям напоминает. И я так злюсь прямо, прям не могу. Прям вообще не могу, знаете, прям вообще ужас-ужас. Я буквально сегодня, я когда там готовилась к галерам, у меня был запрос, думаю, как же объяснить людям свою позицию. И я решила, что я сейчас читаю Дмитрия Чернышова, как люди думают. Очень крутая книжка. Вот. Люблю, не могу. И там был такой момент, который я хотела прочитать. Это как раз уже больше про... Вот как раз мы уже дошли. Да, я уже все фоткала, свой стол, все дела. Буквально немножечко мы будем заканчивать. У Джоан Роулинг, автора Гарри Поттера, был хороший рецепт счастливой жизни, состоящий из двух пунктов. Кстати, тоже такое аутскульное, читать сухо, это какая-то магия. Знаете, я прям минутка ностальгия. Первое. Выберите занятие, которое вам нравится больше всего на свете. Второе. Найдите людей, готовых за это платить. Понимаете логику? Сначала выберите занятие, которое вам нравится больше всего на свете. Второе. Найдите людей, которые готовы за это платить. Я, кстати, начала тестировать это на своих друзьях успешных. И реально так оказалось. Там какие-то гончары, которые сейчас очень успешные, какие-то йоги, у которых сейчас выходит целую школу. Они просто начали делать то, что они очень любят. Если вы серьезно увлечены чем-то, филотереей, кабалой или кольчатыми червями, вам начинает казаться, что мир вам помогает. Вы как пазл пробуете представить вашему миру любой объект. Когда пазл хоть немного совпадает, вы считаете, что это знак. Это вас двигает дальше. Вывод. Увлекайтесь. Верьте в то, что вы делаете. Весь мир будет работать на вас. Нет никаких причин ходить на нелюбимую работу. Это про галеры, да? В этом случае вы просто выбрасываете в вашу жизнь мусорное ведро. Она бесценна. Вероятность вашего появления на свет практически равна нулю. Представьте то огромное количество случайностей, которое привело к вашему рождению. Ваши родители могли не встретиться и не полюбить друг друга. С вами десятки раз могло случиться что угодно. Помножьте это теперь хотя бы на несколько поколений. Добавьте войны и болезни. Ни вас, ни меня не должно было быть живых. Относитесь к своей жизни как к потрясающему невероятному подарку. Наша жизнь так устроена, что мы можем ее только тратить. Вы не можете сейчас, пока у вас плохое настроение, не жить, зато потом, когда оно улучшится, прожить накопленное. В ваших силах только решать, на что потратить такой драгоценный ресурс, как время. Дальше, 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 дальше. Вот, и несколько лет назад в Нью-Йорке была хорошая фотовыставка. Фотоаппарат зарядили пленкой, поставили на автоспуск и сбросили с небоскреба. Он летел, вращаясь и снимал то, что случайно попадало в объектив. Окна, людей в окнах, стены, кусок неба, а потом разбился об асфальт. Фотоснимки, сделанные камерой в полете, стали экспозицией. Мне кажется, что эта фотосессия хорошая метафора нашей жизни. Нас никто не спрашивает, хотим ли мы рождаться. У этих родителей в этой стране в это время? Нет, нас просто сбросили небоскреба. Лети. И максимум, на что мы способны, это сделать под все с интересом. Вот. Поэтому немножко мотивашки про любимое дело. И последняя мысль. Часто сейчас там опытные и матерые рекрутеры вздыхают, что сейчас рекрутинг приходит без любви и всякое такое прочее. И я как бы тоже согласна, я вздыхаю вместе с ними. При этом, вы знаете, что больше всего приносит что выше всего оплачивается. Профессионализм. Вот я привела пример. Смотрели этот фильм? Zero Dreams of Sushi. Очень советую. Прямо очень советую. Это как раз про любовь к своему делу. Это... Я, кстати, хотела попасть туда. Я не была, когда я была в Токио. Чувак, ему сейчас 8, ну, сейчас ему больше даже лет, он создал свою суши какую-то, забегал в каком-то метро японском, токийском. Вот. И у него подход такой, что каждый день я должен сделать суши лучше, чем сделать в прошлый день. И у него так работает вся команда. То есть они прям какие-то запаянные чуваки на том, чтобы каждое следующее суши было лучше, чем предыдущее. когда я была, то есть я не знаю, вейт-лист 8 месяцев, я не попала за полтора года. То есть мне писали, что у нас вейт-лист полтора года, когда я хотела записаться. Средний чек в этом ресторане порядка 300 долларов. 300 долларов, хотя суши в Японии можно поесть за 8. Вот. Начинающий джуниор, какой-то повар, должен 4 года массировать осьминога перед тем, как его переведут на следующую задачу. Вот. Понимаете? Но идея этого джуниор-повара, скажем так. Поэтому, ребятушки, чем более профессиональны мы будем, тем лучше мы это сможем монетизировать. То есть делайте любую любимую работу, придумывайте, как это заработать и не останавливайтесь на достигнутом и делайте это еще лучше. И думайте об этом каждый день, как вы можете делать свою работу лучше. Все, я все сказала. Спасибо большое. У нас, сейчас, Анюта, давай еще пару, пару этих. Нам тоже иногда нужны фрилансеры, поэтому welcome. Немножко минской рекламы, кому интересно. Мы, когда-то наше злое борщ, кто подписан, кстати, на наше злое борщ? У нас есть какие-то там ежемесячные рассылки, вот, психоделический чар, бредний злое борщ. Мы писали несколько статей, как работать в хоум-офисе, дисциплина против вдохновения, как не застрелиться, когда работаешь в декрете, если это кому-то актуально, можно потом перейти по ссылке, посмотреть, я презентацию ставлю. Кстати, тоже, мы говорили о том, что у нас будет этой зимой мозговой штурм, дата пока открытая, но я, как раз, надеюсь, я улечу на Бали, и как раз мне будет интересно этим заниматься. идея такая же, то, что говорила Ира, ничего нового в рекрутинге за последние 10 лет не происходит. Знаете, как геологи говорят, за последние несколько миллионов лет на Земле ничего существенного не произошло. Вот столько, сколько я в профессии, ничего существенного не произошло. Она меняется технологически, но как бы революционно никак. Скучно, скучно, да, поэтому мы решили сделать что-то такое антивебинарное, странное, непонятно, мы сейчас набираем инициативную группу, и дальше с ней будем что-то делать, можно ли что-то еще сделать в рекрутинге, о чем мы не знаем. Все, нестандартное решение, все полетело, ничего страшного. Все, мои контакты, и теперь спасибо. Спасибо.